Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Предлагаю поговорить о том, что значит быть священником и какие обязанности возлагает Церковь на священников. Владыка, все ли могут стать священниками? Священник – это человек, который служит Богу и является совершителем таинства. Человек, который для этого специально обучается, а потом проходит через посвящение, так называемую хератонию или рукоположение по-славянски, когда его рукополагают сначала в диакона, это такой низший сан священнослужение, а потом в священника. А все ли могут стать священниками? Священником может стать мужчина до определенного возраста, пока он в силах еще. Если ему 90 лет, то, наверное, это уже бессмысленно. И человек, не имеющий так называемых канонических препятствий. Каноническими препятствиями является достаточно много вещей. Это и жизнь, разгульная жизнь председствующая, это второй брак, это сразу исключает священство. Ну и какие-то вредные привычки, скажем, не может стать священником бывший наркоман или алкоголик и так далее. Это большой достаточно список, вот сейчас приводить его здесь на память я не буду, но священник должен быть, если совсем сказать, просто хорошим человеком. А возраст, наверное, со скольки, лет 20? По канонам, по правилам церковным, диакон может быть рукоположен в диакона человек в 25 лет, а в священнике в 30. Это древняя традиция, она идет еще из Римской империи, 30 лет – это возраст совершеннолетия, когда человек молодой вступает в права и может отвечать за себя и за свою семью. Сегодня это правило нарушается, к сожалению, и мы рукополагаем людей гораздо раньше. Но все-таки я лично стараюсь раньше 22-23 все-таки не рукополагать совсем уж так, потому что человек, конечно, должен какую-то сознательность уже приобрести. И это не должно быть каким-то таким юношеским желанием, да, а должно быть обдуманным поступком, потому что это на всю жизнь. Владыка, а в чем причина того, что бывшие врачи, физики, инженеры, там список можно перечислять большой, идут в священники? Любые, любой человек может пойти в священники, и бывает. Дело в том, что и врачи, и инженеры, и, как в общем-то, много у вас в списке, и охранники, и военные, и милиционеры, и, так сказать, трактористы, можно перечитать очень много, да, все – это люди. И любой человек открыт для действия благодати Божией. Люди приходят в церковь, люди становятся верующими. Очень немногие люди с юности, с детства воспитываются в вере, да, даже сегодня немногие. А большинство приходят сами, приходят в сознательном возрасте, кто в 25, кто в 30, кто в 40, кто в 50, кто в 60. И становятся верующими людьми. И, став верующими, задумываются о своей жизни, и у многих из них возникает желание стать священником. И если у них нет канонических препятствий, то они могут ими стать. А образование важно? Конечно, обязательно. Обязательно нужно получить духовное образование в семинарии. А вообще какие учебные заведения тогда готовят священнослужители? Духовные семинарии, духовная академия, такой есть Свято-Тихоновский институт в Москве, университет, прошу прощения, да. А вообще их много, таких учебных заведений сейчас? Ну, если не считать нашу епархию, то в большинстве областных центров страны имеют свои семинарии. В чем заключается работа священника? Вы знаете, я предпочитаю слово служение. Да, правильно. Это человек, который служит Богу и людям всю свою жизнь с утра до вечера. И должен быть готовым служить и с вечера до утра. Это человек, который, во-первых, служит в Церкви, во-вторых, общается с людьми, помогая им в их жизни и пути ко Христу. Который их исповедует, который наставляет их, обучает их основам веры. Это, собственно говоря, это жизнь. Особая жизнь человека, который полностью посвятил себя служению Богу. А вообще священник априори прав в своих суждениях? Нет, конечно. Почему априори? А приори никто не может быть прав. Да, прав только Господь Бог. А мы люди, и мы можем ошибаться, и бывает, что ошибаемся. И далеко не все священники соответствуют тому идеальному образу, который я только что перед вами раскрыл. К сожалению, априори правых людей не бывает в принципе. А бывает ли выгорание от служения в Церкви? И если да, то что делать для этого епархия? Вы знаете, у нас есть другой термин – окамененное нечувствие. Так по-славянски это звучит. Возможно, возможно. Но это выгорание не от служения. Это выгорание от несоответствия своего внутреннего и внешнего состояния тому служению, которому ты себя посвятил. Вот и все. Стремление получить сан – это уместный карьеризм? Ну, это не карьеризм, потому что сан – это не карьера. Хотя, ну, где приходит, допустим, офицер, который был полковником, подполковником, что Данила Диакон – это что, карьера, что ли? Нет, конечно. Но он хочет служить Богу. Он хочет служить Богу. Для него это стремление. Но это слово «карьеризм» здесь не описывает это состояние. Оно неуместно. Вопрос от зрителя. Каким должен быть на перстный крест священникам? Золотым или серебряным с камнями? Какого размера? И вообще килограммы золота на облачении духовенства? Насколько обязательны? Ну, это вот взгляд со стороны. Ну, взгляд со стороны, а на килограммы золота, в общем, достаточно старинный взгляд. Вот. И... Ну, килограммов золота нет. Вот, например, вот у меня вот такой вот предмет, он называется «панагея», где вот иконка и с таким вот ее обрамлением, да. Ну, не знаю, похоже ли это на золото, но вообще это латунь. И обычные камушки такие, стекляшечки вот, да. То есть, ну, ни килограмма, ни ста грамма золота здесь нету. Ну, во-первых, у священников кресты являются неким знаком отличия. Это награда за их служение, да. Когда священник рукополагают, то ему одевают такой простенький беленький крестик восьмиконечный. Потом, когда он долго служит и каким-то образом его хотят поощрить, ему дают вместо того другой крестик, желтый, золотого цвета. Ну, как бы золотой. Когда-то, когда-то эти кресты назывались кабинетными. И выдавались они из кабинета его императорского величества. И действительно были золотыми. Ну, сейчас давно уже нет ни кабинета, ни золота в этих крестах. Это просто знак отличия. Потом, когда этот священник еще достаточно долгое время прослужил, ему дается так называемый крест с украшениями. Но это тоже латунь, это тоже стекляшки. Дело в том, что еще в Ветхом Завете есть такое правило, что Богу дается в дар самое лучшее. И храм, когда Иерусалимский строился, то можно прочитать в Ветхом Завете описание этого храма и тех материалов, которые на него шли. То есть, если это дерево, оно не гниющее самое лучшее. Если это металл, то это золото. Если это ткани, то самые дорогие. То есть, все самое лучшее всегда отдавалось Богу. Это не потому, что Богу это нужно, а потому, что это имеет некое воспитательное значение. Жертвой человек приучается отдавать то, что ему нужно. То, что у него ценно в его глазах. Что самое ценное в его глазах, то и отдается Богу. Даже когда жертвовалось какой-то ягненок из стада, или какой-то теленок, или еще что-то, то очень подробно описывается в Ветхом Завете, как его выбирать и каким он должен быть. Он должен быть лучшим. Обычно человеку, если у него стадо, надо отдать жертву. Он какой-нибудь храбой возьмет, или какой-нибудь задохлик какого-нибудь возьмет и отдаст. На тебе, Боже, что нам негоже. Недаром эта поговорка появилась. Но нет. Он призван отдать самое хорошее, что у него есть. Таким образом воспитывается очень важное чувство жертвенности. Она потом пригодится людям в других совершенно обстоятельствах. Но если люди научились жертвенности, то тогда они могут пожертвовать и очень многими вещами ради других людей. И вот поэтому в храмах наших было много достаточно ценных вещей. Но если вы зайдете, допустим, в вооруженную палату Московского Кремля, или в Третьяковской галереи есть такой целый отдел, где прикладное искусство. Там оклады, дарохранители, циевангелие, кресты, окладные иконы. Или, допустим, в музее Тройца Сергия и Лавры, Кирилла Белозерского монастыря. Вы видите множество действительно ценных вещей. Но посмотрите, это вклад царя Ивана Васильевича Грозного. Это вклад Ивана Третьего. Это вклад Бориса Годунова. Это царские светлицы вышивали, допустим, площадицу какую-то. Там 20 лет шили ее. То есть это то, что собиралось от вкладов очень состоятельных людей или государей на протяжении столетий. Большевики тоже, когда пришли к власти, они тоже вот так рассуждали. Как мы сейчас тут разбогатеем от церковных богатств. И когда Лев Давидович Троцкий даже писал как-то, что если вот, когда мы заберем... Как раз во время голода. Во время, да, голода. Кстати, вот в этом году как раз столетие изъятия церковных ценностей. И он писал с восторгом, что золотом и серебром, которые мы возьмем в лаврах и монастырях, можно будет нагрузить столько вагонов, что ими можно опоясать по экватору весь земной шар. Был-то, был такой вот, такое чувство у них, что, ну, примерно то же самое, килограммы золота. На самом деле, никаких вагонов они не нагрузили. Они уничтожили огромное количество лучших произведений прикладного декоративного искусства. Все переплавили и в слитках продали. И заработали аж 6 миллионов золотых рублей с половиной на все это дело. Из них 2 миллиона потратили на сам этот процесс. То есть из этих 6,5 миллионов 2 миллиона с лишним было потрачено на то, чтобы... Ну, само изъятие, да, потому что там люди, там все это, да. Транспорт и все прочее. А остальные в виде беспроцентного займа подарили молодой Турецкой республике, которые только что пришли к власти много турки, где победил этот тюрк. А он установил первым дипломатические отношения, одним из первых с Советским Союзом. И тогда Советская Россия еще. И Советская Россия на радость и благодарность дала ему беспроцентный заем, который потом простила. И они вообще ему не вернули. Вот на что ушло золото, серебро, ценности, которые были столетиями собирались в Русской Церкви. Вот, к сожалению, вот так. Вот это очень такая печальная история. Но, к сожалению, повторяется, вот это вот не исчезло, не ушло вот это вот сознание. Вот у них там сейчас сегодня, мы сейчас пойдем, да. У нас сегодня сублатуль. И в лучшем случае поталили, ну, в отдельных случаях позолота, да. То есть вещи, которые совершенно ничего не стоят. Наши золотые купола из нитрит титана всего лишь навсего. Вот, поэтому, ну, все-таки по традиции вот это вот такое вот наполнение храмов такими вещами, которые хотя бы так вот тут стилистически напоминают, как те старые времена, она сохранилась. Ну, наверное, со временем она будет уходить, эта традиция, да. И церковь будет проще, и проще будет ее убранство. И еще вопрос от зрителя тоже касается, кстати, вот по поводу дарений священникам. Видеть священнослужителя за рулем дорогого автомобиля – это норма? Священник покупает или получает автомобиль от епархии? И если священник ударит Лексус, он должен отказаться? Вы знаете, я 36 лет уже в церкви, священствую и архиерействую. Я не слышал о том, чтобы кому-то дарили Лексусы, честное слово. Скажем, для сельского священника автомобиля абсолютная необходимость. Там большие расстояния. Ну, даже небольшие расстояния, даже вот если в соседнем селе надо, допустим, причастить умирающего или отпеть. Как еще? А автобус не ходит. А автобус не ходит. Ну, помогаешь немножко, допустим, с оплатой этого кредита и все, что может себе позволить епархия. Поэтому, что касается дорогого автомобиля, ну, если священник и настоятель городского храма, тут есть вопросы, норма ли это. Если очень дорогой, то не норма. То не норма, да. А если это обычная рабочая лошадка, то вполне нормально, потому что автомобиль, повторюсь, не роскошь для священника, а средство передвижения. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова